Итак, на недельном графике сейчас понедельник, так что у нас много времени, чтобы это изменилось, мы можем увидеть бычий молот. Итак, это то, что я сказал в прошлом видео на этом канале, и сегодня мы наблюдаем, что это отыгрывает. Глядя на биткоин на недельном графике, мы отрисовываем бычий молот прямо сейчас. Меня зовут Кевин Свенсон, и сегодня мы будем обсуждать биткоин и крипторынки. Мы просто продолжаем двигаться по ступенькам, как мы делали это уже довольно давно. Я хочу спросить вас, вы когда-нибудь думали о том, как много времени вы тратите, беспокоясь о каждой просадке, когда нужно фокусироваться на более крупных таймфреймах и покупать просадки. Биткоин все еще в макровосходящем тренде. Это только еще один увеличенный минимум в серии увеличенных минимумов, которая началась в 23-м. Вещи выглядят очень хорошо для биткоина. Это невероятный фитиль, который указывает на большой спрос. Много спроса для биткоина под 50 тысячами. Его быстро откупили обратно наверх. И даже эфириум восстанавливается очень серьезно. Пытается отрисовать бычий молот на недельном. Биткоин переворачивал предыдущие сопротивления в новые поддержки последние полтора года. И мы только что сделали это еще раз. Если открыть фибу от максимума в 2023-м до минимума, вы увидите, что цена дошла до 2,618. До того, как встретилось сопротивление. Если мы еще раз это отметим, цена биткоина от одобрения ETF, цена поднялась выше 2,618. Так что мы видим это продолжение. И если мы увидим его еще раз, первая цель по фибе поместит нас на 88 тысячах девяти сотнях. И еще выше 2,618. И это то, куда мы поднимались на всех этих предыдущих пампах. Это 113 тысяч. Звучит безумно, но биткоин делал это на всем пути наверх. Это займет, вероятно, недели. Не произойдет за одну ночь. Что мы видим для биткоина сейчас, не отличается от того, что мы видели последние полтора года. Так что я жду продолжения. Еще один импульс наверх. Это займет время. Может занять несколько недель, чтобы настроиться на этот прорыв. Может месяц. Кто знает, сколько это займет. Но мы здесь посидим перед тем, как мы пробьемся. Я все еще настроен по обычаи. Не вижу причин менять свой настрой. Видит очень много спроса сейчас. Это последняя недельная свеча была как шарик под водой. И он очень быстро поднялся наверх. Что еще интересное произошло на недельном? Это отскок от предыдущей поддержки на RSI. И это было в сентябре 2023. Биткоин удерживает горизонтальную поддержку. И от этой точки на недельном, если вы посмотрите на RSI, ключевая цель будет уровень в 70. Уровень в 70 может быть следующей важной зоной сопротивления. Цены могут подняться выше быстрее, чем вы ожидаете. И мы можем увидеть некоторое отвержение в районе 70. И после этого ждать движения в уровень перекупленности. Это то, чего я жду. И это может легко отправить цену биткоина на эти уровни, которые мы обсудили по фибам. Рынок всегда делает неожиданное. Я думаю, что немногие люди, по крайней мере неопытные люди, они не думали, что биткоин просто восстановится так быстро. Но все восстановилось так быстро. Конечно же, недельная еще должна закрыться. Историю никто не знает. Сейчас четверг еще много дней. Глядя на биткоин на дневном, RSI получил слегка увеличенный минимум. Можете также назвать это горизонтальной поддержкой и вместе с этой плоской поддержкой. Мы получили уменьшающийся минимум на цене. Это бычья дивергенция. Что происходит на графике биткоина? Что мы видим? Это паттерн расширения, уменьшающиеся максимумы и минимумы, которые уменьшаются еще резче. Если вы посмотрите на эту картинку, она показывает диаграмму о том, как измерить цель. Измерение от дна до вершины, до сопротивления, то есть самая низкая точка с потенциальной зоной пробития. Измеряем от минимума до потенциальной зоны пробития и ищем цель. Это помещает нас на 97000. Это цель вот этого паттерна. Это жесткая цель, примерно 97000. И по фибам 88900, 113000, 97000. Это три цели по пробитию этой области. Если вы хотите это торговать, можете зафиксироваться на всех трех целях. Вместо того, чтобы молиться на одну цель, можете всегда зафиксироваться в нескольких местах. Но давайте не будем обгонять себя. Понадобится время, чтобы это полностью отыграло. Цена может в итоге сжиматься в этой области. Какое-то время, перед тем, как мы пробьемся. Этот прорыв может произойти в сентябре. Но это то, чего я жду. Я жду продолжения этого тренда. У меня нету причин думать, что этого не будет. Халвинг только что произошел. И исторически. Это очень плохая идея быть настроенным по медвежьей в районе халвинга. Просто глядя на историю. Откроем даты халвинга. Никогда не было хорошей идеи быть настроенным по медвежьей после халвинга. Так что я жду, что этот бычий рынок отыграет. Так, как ожидается. Некоторое рубленное движение по пути. Фитили, чтобы напугать всех. Биткоин склонен это делать. Многие продали дно. И это будет для них уроком. И для тех людей, которые, вероятно, это сделали. Когда рынок падает быстрее и дальше, чем вы думали, единственное, что вы можете сделать, это либо не делать ничего, либо купить больше. Обычно. Вы не будете рады панической продаже. Это не вознаграждающее поведение. В следующий раз, когда рынок будет падать дальше и быстрее, чем вы думаете, не делайте ничего или купите больше. Потому что всегда будет реакция наверх.